Итак, дорогие друзья, я вижу, что стрим работает. Сейчас я проверю. У меня просто всегда последние два дня стримила моя женщина, поэтому мне всегда тяжело после нее поднастроить все как нужно. Чуть-чуть потише сделаем микрофон, наверное, потому что я все-таки более криклив. И потихонечку будем приступать. Так, информацию сначала надо сказать, потому что люди любят информацию. Так вот, по поводу модераторов. Ну, мы сделаем вид. Во-первых, в окилах к ди. Огромное спасибо за переподписку, братан. Так вот, информация. Информация по поводу... Еще одна подписка. Борис Сало, спасибо за переподписку, братан. Так вот, информация по поводу модераторов такая, то, что, к сожалению, там оказалось, что там целый культ перезаливщиков, любителей анонимных борт и так далее. Вот я, в общем, раскрываю этот загород. Пока мы всех убрали, назначили новых, ну, практически полностью рандомных. Ребят, опять-таки, обращаюсь к вам. Если будут какие-то проблемы, кого-то захотите забанить, постарайтесь копировать последнее сообщение от человека, которого баните, отсылать мне. А так, давайте огромные тайм-ауты. Если совсем уж не совсем отбитые, то и завтра я, скорее всего, проведу полную амнистию. То есть будут... Или послезавтра. Вот я не знаю, потому что сабдей я все-таки проведу завтра. Он должен был быть вчера, но ни вчера, ни сегодня его не будет. Он будет завтра, и, может быть, после сабдей я разбаню вообще всех, кто был забанен на канале когда-нибудь. Феникс ММГ. Огромное спасибо, братан, за подписку. Так что ждем. Ждем вот этой вот ситуации с разбанов. С разбанами. Посмотрим, как люди проявят себя. Димчер, огромное спасибо. Шесть месяцев подряд. Это действительно много. Ладно. По поводу, значит, стримов. Че у нас? Ну, сегодня, как вы понимаете, ведьмак, ну, другого выхода нет. Я не хочу дать ведьмака. Педофил Нефетов. Огромное спасибо за переподписку. Вот педофил Нефетов не даст соврать. Мне просто... Ну, он уже раскалывается, раскалывается, ублюдки в чате бывшие модераторы. Нет. Надеюсь, ты отошел от похмелья и чувствуешь себя лучше. Эндрю отошел уже. Кефирчика нагнул, сижу, отдыхаю. В общем, ребят, сегодня ведьмак. Ну, неохота играть. Ну, терпеть не могу. Ведьмака для пидоров вообще игра. И, к сожалению, придется. Просто потому что, ну, хайп, сами понимаете. Надо конкурировать на Твиче с такими людьми, как бабка, которая бьет в кастрюлю. Еще много всего интересного. Поэтому приходится, скажем так, вот угождать. Уже пять тысяч пришло. При том, что я даже еще играть не начал. Вот. Так что, ну, сами понимаете. Такова жизнь. Не мы такие, жизнь такая. В общем, да. 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 Я вот ставлю ведьмака и боюсь спойлеров. Братан. Я, скорее всего, даже в первой... Даже в первой этой самой деревне-то не смогу понять, куда идти. Ты, наверное, не видел, как я в ведьмаков играю. Ладно. Потихонечку, ребят, начинать будем. Сегодняшний стрим уже полноценно. Скажем так. С игрой и всеми делами. И там уже, наверное, сможем обсудить все остальное. Так. Сейчас только чат вынесу. В открытое окно. В отдельное окно. Чтоб мне видно было получше, что происходит в чате. Пообщаемся, как обычно. Сегодня за 2-3 дня, что мы не виделись у меня, поднабрались впечатления. Метрон и кетчуп. Спасибо за подписку. Я теперь решил смириться с тем, что я близорук. Поэтому, ребята, вот такие вот теперь сам скайп-алерты. Чтоб мне не надо было. Да-да-да. Грейсон. PH. Огромное спасибо. Сабдей будет завтра. Сабдей будет завтра. Last of Us начнется послезавтра. В плане все написано. Black Mountain Side. Огромное спасибо. Мне еще Гитман сказал, что типа... Огромное спасибо Black Mountain Side. Милости прошу к нашему шалашу. Да, так вот. DS-381. Братан, спасибо за подписку. Привет. Привет, DS-381. Присоединяйся. Так вот, мне еще Гитман, которому я, в общем-то, доверяю. Сказал, что Last of Us это просто шедевр. Так что придется пройти. Андрей пасмурный. Надеюсь, ты не слишком пасмурный. А это ведьмак уже на ваших экранах. Только на ваших экранах его по какой-то странной причине нет. Семич Гомель. Огромное спасибо за переподписку. И лов Мэдисон 13-38. Спасибо тоже. Так, секунду. Видимо, просто выглядит потрясающе. Но вообще-то не хочет откликаться. Боже, ребят, заканчивайте, блядь. Хорзан, спасибо за подписку, сука. Следующий, кто подпишется, поебало, получит... Пожалуйста, ребят, дайте отдохнуть. Не надо мне столько подписок. Успокойтесь, пожалуйста. Кирилл, ГТ, ну... Ребят, ну минутку хотя бы. Давайте подождем, пока все это кончится. Я просто не могу. Я не могу сконцентрироваться. Еще и игра почему-то не хочет пойматься. ОБСом хрен его знает. По какой причине. Так, все, успокоились вроде. Господи Иисусе. Наконец. Так, вот, вот. Вот это уже лучше. Все. Заработал. Все, ребят. Какой сабхайп, раздевательство какое-то каждые 2 секунды. Потом еще и обидится, скажет, пропустил подписку или наматерился на них. Невозможно же так. Все, извините, сегодня мата больше не будет. Я успокаиваюсь. Все. Спасибо. Спасибо всем, кто подписался. Я люблю вас. Как тебе стендап? Все расскажу. Все расскажу. Карту нет, еще не ставил. Давайте, я же первый раз играю. Давайте к сюжету. Обратимся. Сегодня паузы. Анализ каждого сантиметра. А то я в прошлый раз ведьмаков, когда запускал, я как-то запускал, я как-то бофигу. У меня было на них, поэтому всегда было плохо. Сегодня я сконцентрирован. Лучше играю в английскую, в русскую ускоренную диалогу. Ничего, что я не знаю английского. Так что Life is Strange тоже не простите пока. Тони Айронмен. Спасибо большое. Но я вернулся спустя два дня всего. Как вы успели соскучиться-то? Возможно, даже день. Нет, два меня не было. Когда наш мир соприкоснулся с другими. Сложность, конечно, максимальная. Я чувствую себя с силой ведьмака, ребят. Я как сегодня проснулся, у меня все чесалось. Седых волос даже стало больше, как мне показалось. Чувствую себя ведьмаком таким мощным. Ванагас, спасибо огромное за подписку, братан. Милости прошу к нашему шалашу. Ночной фалаш, не знаю. В качалку тоже не знаю, а че. Спасибо, Семч. У меня не было всего два дня, вы че? А если у меня не будет три дня, вы, наверное, вообще умрете? От грусти. Что такое волшба? Чудовищами, хотя они отличают добра от зла. Искорь человечности давно уже угасла. Так, Логвинов рекомендовал играть на третьем уровне. Хорошо, ребят. Приму такой инфу, Виэлектрик. Или я позовешь бабку в оперском? Нет, не хочу пока. Кабука, Илюх, как тебе новость про Сашу Эмильяйненко? Чего, его посадили все-таки за изнасилование? А сколько дали? Как стендап? Стендап очень понравился. Молодец, Кузьма, для первого раза. Я-то просто был на сцене в первый раз, и поэтому я знаю, как ему было тяжело. Было очень неплохо. Это старославянский. Хорошо, хорошо. Я тоже знаю пару слов. Житие мое. Ибн Херуима. Паки, паки. Ладно. Пять лет? У, четыре с половиной. Нормально. В этой войне никто не поможет. Жестко бухнул. Очень жестко. Очень плохо было. Больше так пить не буду. Блин, еще банкомат Сбербанка. Не могу не рассказать. Я знаю, что я всех, кто со мной бухал, задолбал этой истории. Но чем вы хуже? Лука Бертони. Огромное спасибо за подписку. Короче. Банкомат Сбербанка. Ну, ночь была уже, как бы. Выбора особо не было. Своего банка я не мог найти банкомат в этот момент. Кактус, привет. Спасибо. И, короче, вставил карту в банкомат Сбербанка. Было, что-то, в районе 12 ночи, часа. Вот. И один раз в пин-коде ошибся. Один сраный раз. Ну, просто, знаете, я причем видел, что я ошибся, но как-то все на механизмах. Плюс пьяный немного. И, короче, один раз ошибся, и карту не вернуло назад. Типа, обычно же три попытки дают. Тут сразу захавало, и все. Я, типа, звоню. Ну, я даже не знаю, кому звонить. Типа, в свой банк или в Сбербанк. Звоню в Сбербанк. Там какая-то бабка, типа. Ну, да, у нас такое бывает. Особенно, если, типа, после полуночи кто-то ошибается. И какой-то фотоэлемент на банкомате видит, что рядом с банкоматом два человека. Я говорю, что, серьезно? Она говорит, ну, да. Ну, да, вот так вот. Это, чтобы не крали и не заставляли вводить пин-коды и так далее. Вот будете знать теперь. В моем банке тоже карточку заблокировали и все. Сказали, ну, нечего было вставать, вставлять, куда ни попадя. Свои карты. Отлично. Отлично. Отлично просто. Да, блин, я еще остался в жопе какой-то, где ни метро, ни хрена. Без денег, без средств к существованию. Спасибо парню с канала Бервария, который меня спас. Легис гол. Спасибо за подписку, братан. Да это вообще пипец. Не знаю, как это комментировать даже. Короче, не суйте в ничего никуда. Особенно, когда не знаете, чем это кончится. У-у-у, Димитс, 51 доллар. Или я хотел вчера закинуть в честь моего 20-летия, но вот сейчас кидаю. Ты лучший, Митяй. Меня не Митяй зовут, братан. Но огромное спасибо за 51 доллар. И поздравляю тебя с 20-летием. Это очень, очень важный рубеж. Теперь ты будешь только стареть. И все время все будет становиться только хуже. Так что поздравляю тебя. Поздравляю, братан. Огромное тебе спасибо. Спасибо также за переподписку. Восстановление карты бесплатное. Но, блин, идти туда и... В банк и, блин, все это восстанавливать. Мне так лень, короче. Тем более, эта карта мне не нужна была. Я с него как последние деньги хотел снять. И... Все. Теперь... Столько головняка. Просто взял и съел мою карту. Лероу! Спасибо за подписку, братан. Ладно, короче. Ведьмак 3. Давайте начинать. Наверное, есть люди, которые пришли не ради моих историй про карту, а для того, чтобы поиграть. Точнее, посмотреть, как... Как новый Ведьмак-то вообще. Хотя его все... Make the sun. Спасибо за подписку. Хотя его и так все стримят. И... Я не оригинален, но... Че делать? Че делать? Ликеса! Спасибо огромное за подписку, братан. Ну, че делать-то? На самом деле, надо же попробовать. Сюжет и драки. Только сюжет. Для закаленных в бою игроков. Ну, дайте, как Логвинов советовал. Чего уж там. Боли, страдания. А то все меня казуалом называют. Я вам сейчас докажу, что я могу. Только обучение придется пройти. Я не знаю, какие решения я принимал во втором Ведьмаке. Я у него поиграл 15 минут. И сказал, что это говно. Поэтому, наверное, выключил. Увы. Увы. Убер графуни не будет. Она тормозная очень. Патриот. 111.97. Спасибо за подписку. Ну, в общем, вот так вот все начинается. Рокон. Огромное спасибо, Татан. Огромное спасибо. Привет. Мэн слышал про диджея, который спрыгнул с крыши концентра сцены и сломал фанатке голову. Чита нагибает. Я не знаю, это у вас в чите такие вещи происходят. Прикольно. Я один раз был на скопан концерте, где парень мне гриндером чуть башку не пробил. Лови дыхание мое. Спасибо за подписку. Блин, какой хардкорный никнейм. Еще и мановар 4444. Ребят, почему сегодня так много сабов? Я всем очень благодарен, но это странно. Меня что? Во что? Привлекла фотография Кристины Финк в начале стрима? Продублирую высветившийся донат. И же стримчанский скину. Адуван, Кеноби, я тебе глаз выбью, если ты продолжишь донатить как анонимус. Ты так взаим... Я специально программу попросил меня сделать, чтобы все считалось. Мне приходится вот именно тебя вручную считать. Еще раз задонатишь, не от себя я просто спешусь. Но спасибо за 4 доллара. Ант159. Спасибо за подписку. Да, я слышал, что был на стриме Визелинка вчера ночью. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Финг на любителя. Ну, Кейт Клэп отказалась фотографироваться в кокупальнике. Но вы можете ей написать в личку и попробовать уговорить. Кто подарит мне сигну у Кейт Клэп, посвященную моему каналу, получит от меня приз. Пока не скажу какой, но очень-очень хороший. Модеры хотят. Нет, нет. У Визелинка что, был? Но он все шмар снимает. Шаболт, как он это называет. Фишмайстер. Спасибо за подписку, Фишмайстер. Вот. На самом деле у Визелинка уже, наверное, секса было больше, чем у нас у всех вместе взятых чат. Причем он умудрился еще и негритянку снять. И вот, после того, как он ее отжарил, он начал бегать и дрочить свой елдак на заднем плане, прямо на стриме. За что, к сожалению, понес наказание в виде бана. Фишмайстер, два месяца подряд. Спасибо, брат. Адуван Кеноби. Прекращай. О, Рокант, 11 долларов. Спасибо за стримы. Спасибо, спасибо тебе. Я очень люблю тебя, Адуван Кеноби. Ну, правда, очень тяжело. Ну, не знаю, почини. Это же... У тебя же получается иногда. Обновил расписание, оно не обновлено. Сейчас посмотрим. Ну, я и так на словах уже сказал, что сегодня Ведьмак, завтра с апдей в четверг начинаем. Last of Us проходите до упора. Ну, плюс ночные фоллауты, они и так понятны, да. Да, кто не знает, я сфидел в Fallout 2 челлендж, причем просто очень тупо. Ди от Пул Кит. Огромное спасибо за подписку, братан. Make the sun, да. Спасибо за подписку. Сегодня не знаю, что будет. О, да. Сейчас, ребят, все, отвлекаемся. Пора уже вкушать эту игру. С 5 фпс. Ну, тут и понятно, почему такое провисание все-таки. Секс мужчины и краба. Или что... О, да. Горячее начало, ребят. Эти ноги. Эти мокрые волосатые шрамистые руки. И это довольное лицо Ведьмака. Ну, все нормально. Он съел, видимо, этого краба. Слушай, это совсем не смешно. Нет, поймал. Просто поймал. Энтри 120. Спасибо за подписку. Девочки. Боже, это самое, наверное, детализированное мужское тело, которое я видел. Оно такое мокрое. Но не все из этого мы хотели бы видеть. Правда, парни? Не все. Он ноги бреет. Похоже на то. В сковороду я не сократил. Ну, я пошел. Да-то он сдал остальных модераторов. Нет смысла. Нет смысла. Нет смысла банить стукача. Клинт 31. Огромное спасибо за подписку. А вот кто до тебя подписался, я пропустил. Клинт 31. Огромное спасибо. Чат, подскажите мне, кто подписался до него. Я просто так смотрел на эти соски и жопы, что забыл повернуть голову. Илья, игра для гомиков. Да? GeForce Experience заюзан был. В том-то все и дело. Это настройки GeForce Experience. Блин. Классная игра, мать твою. Уж поинтереснее, чем на стриме VJ Link вещи показывают. Если будет лагать, просто сделаю совсем минимальные настройки. Мне что-то кажется, что GeForce в этот раз переборщил. Он ультра-современный ультра-графон не сделал. А мне же еще с ОБС-а стримить. Андрей 120. Андрей 120. Спасибо огромное за подписку. Два месяца подряд. Прости, что подпросил тебя. Еще говорят, я пропустил Алькатрас Дэйч. Ребят, всем огромное спасибо. На ультрах утром смотрел, игра выглядит как говно. Ну... Она, на самом деле, вообще по мне отличается от прошлого Ведьмака. Сейчас. Добро пожаловать в игру Ведьмак Дикая Охота. В ходе обучения вы знаете о важнейших аспектах. Это хорошо, что я, видимо, выбрал обучение. Жопу показали. Блин, что-то так захотелось женскую жопу увидеть. В реальности. Эх. Так, ладно. Пробел. Ну не, на самом деле, типа, ну, сносно. Хотя, может, на открытых пространствах будет сильнее лагать. Сейчас, секунду. Так. Я... Хочу... Чувствительность мыши намного меньше сделать. Ллой Творок, огромное спасибо за подписку. Огромное спасибо. Так, настройки. Видео. Макс Килл... Макс Килл FX 9.1.1. Огромное спасибо. Так, ребят, сейчас масштабный фирмейт, проработка, размытие, качество, запредельное, вот мне кажется, что тут перебор небольшой был, франкен777, огромное спасибо за подписку, да, везде запредельное стоит, ну, типа, честно признаюсь, графика, ну, я не могу сказать, что она так хороша, чтобы терпеть эти лаги. Лера, отличный у нас все-таки перевал. Не, выглядит как говно, поэтому я думаю, что между запредельным и высоким не будет, а большой разницы. Ганслингер, ганслингер 10 или ВВ, я не знаю, спасибо большое за подписку. Так что давайте, чтобы не лагало, я высокое поставлю между запредельным. Я думаю, это справедливо, абсолютно. Тем более, на стриме вообще не будет заметно, я думаю, разница принципиальная. Правда, и по фпс я ее пока не вижу. Графоу не резанули за консоли, пишет нам Семич Гомель, возможно. Илья, что насчет прохождения челленджа Fallout Nevada и челленджа Dragon Age Origins? Нет, Аксу 21, нет, спасибо. И я, по-моему, еще один донат пропустил, да? Детализацию волос выключить. Алексей из Эрли, огромное спасибо за подписку. Ладно, ребят, потом я на донаты сконцентрируюсь и все прочту, когда будет пауза. Точнее, после паузы, а пауза, наверное, даже скоро будет. И Джам Курай, огромное спасибо за подписку. Огромное спасибо. Качество детализации, качество воды. Ну, братан, я не вижу здесь отдельно качество волос. Озма, спасибо за переподписку. Hairworks 20 фпс. Жрет. А я что-то не вижу в Fireworks. Оно в постобработке? Нет. Финьетирование, световые шахты. Привет, спасибо за стрим. А что за бабка через стрим на своей странице ТВК кинул? Бомбардировщик, спасибо за 20 долларов. Да просто поржал. Ну, смешно же, братан. Смешно же. А, вот, NVIDIA Fireworks. Да, конечно. Конечно, отключить. Да, вообще, все гладко. Гладко, как попка младенца, которую я бы с радостью облизал. Чтобы поспользоваться ведьмачьим читьем, нажмите правую кнопку мыши. Так ты ведьма? Или что? Осмотрите бросающиеся глаза предметы. Нет. Это что-то другое. Ведьмачье читье. Я, если что, вообще особо не играл никогда, кроме тех 20 минут на стримах, поэтому... Не любитель я. Да-да-да, я нашел. Нашел, ребят. Спасибо за подсказки. Трясучку не забудь оффнуть. Еще и трясучку надо оффать. Господи, а почему эта игра не может просто работать сразу, как нужно? Мне нравится трясучка. Черный. Так. Ребят, буквально через 5 минут уже начнется перерыв. Ну, а пока мы будем искать ключ от спальни. Хотя я бы, честно говоря, остался в этой спальне. Занялся бы еще раз горячей любовью с этой мадам черноволосой. Тут будет... Тут будет... Будет легче играть без смазания. Я... Хорошо. Я настрою, ребят. Вы мне скажите, лучше здесь будет секс для голубых? Ну, то есть, с другими мужчинами можно будет переспать? Вот что меня больше всего волнует, на самом деле, в этой игре. Спуститься на нижний этаж крепости. У бабки зрителей в два раза больше, чем у тебя. Конечно, братан. Это бабка, а я молодой человек. Ты даже не представляешь, как сильны традиции грантофилии в нашей стране. Поэтому я вообще с бабкой никак соревноваться не могу. У меня даже нету кастрюли. Ксюш, принеси мне пустую кастрюлю и половник. Нет, железную ложку. Что? Почему? Я хочу приветствовать ударом в кастрюлю подписчиков теперь. Ну, давай железную тарелку и ложку. Не важно. Следующий подписчик будет в стиле бабки. Приветствуем. Нет, нельзя. Тут всего один гей. Ладно. Секс не буду офтить. Я, насколько понял, в правилах разрешено стримить такие вещи. Не на 100% уверен, но тем не менее. Спасибо, Никита Самбал. Самбат. За пожелание удачного стрима. Спасибо большое, братан. Я думаю, что Ведьмак не может быть неудачным. Просто посмотри на эту шикарную игру. Разумеется, напечатаю теорию и практику. Так, все. Следующий подписчик будет поприветствовать. А что она говорит, типа, колокол смерти приветствует тебя или что-то такое, нет? Привет, сын, только на ночных стримах по Фоллауту. Я не смогу объяснить всем людям, которые собрались на этом стриме, что значит привет, сын. Зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешняя глупость. Что, опять на маятнике? Чего? Парня, нос красный. Не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу парыжню на Нижний двор. После Нового года. Если хочет позаниматься, милости просим. Не злись ли на нее? Распустили мы ее. Распустили мы ее на Старославянском? Типа, давай мы ей... Нет, наверное, нет. Давайте будем защищать Тиан. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Гон к чести, точнее. Это сопля все должна сделать по-своему. Не пошел ведьмак, точнее пошел. Налагает из-за оптимизации, пишет Константин Гогница. Ждал целый год игру, раз пять прочитал все книги. Если ты зачитаешь это сообщение, то хоть немного скрасит душу. Константин, я представляю какое-то разочарование. Я помню, в детстве мне хотелось поиграть во многие игры, которые не шли на старом компе. Это ужасно. Илья, хотел бы? Гофер 34! Гон к чести в твою честь, братан. Нет. А ты почему-то так сюда рвалась. Все. Спасибо большое за подписку. Она твоя дочь, но приемная. Понятно, я видел такие фильмы. It's ok, it's my stepdad. Stepdad называется. Джоник Мнемоник. Огромное спасибо за подписку, братан. Огромное спасибо. Нет, ноги. Блин, ну он запойный. Хватит, слезай. Это дочь моя? Как иначе? Приемная? Она точно приемная? Можешь снять повязку. Или сто, наверное, суть. А, нет, это не седые волосы. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака? Может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла? Ребят, вам погромче игру сделать? Вы слышите диалоги? Нормально? В любом случае, на твоем месте я бы боялся весь мир больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну. Эта книжка была страшно скучная. Страшный ребенок. А ты знаешь, что это не повод. Или я про какую пожилую женщину шла речь? Ну, братан, спроси у чата, ты разберешься, я думаю. Тони Айронмен Старк, будешь ли ты бить по тарелке в честь донатов? Не буду больше, ребят, не буду. Милости прошу к нашему шалашу, Алекс Рауш. Так. Ох, я все поняла, больше не повторится. Извинений недостаточно. Мне нужно... Мне нужно, чтобы ты сдержала свои слова. Ольгули целиком, с комментариями. Нет, пожалуйста. Я лучше буду чистить конюшни. Я уже все сказал. Пойдем, мы занимаемся визу с остальными. Мы побежим через стены? Позже в игре она станет горяча. Там в конце навсегда тихий звук. Погромче сделаем, наверное. Сейчас сделаем, ребят. Сейчас сделаем. Я просто хочу, чтобы вы как бы вместе со мной проходили, чтобы вы чувствовали. Как бы. Дыхание игры. Побежим через стены, конечно. Фулл погружение. Мне кажется, это все равно... Тиховато, что... Только если свалишься. Цири ее зовут, окей. Я, как я уже сказал, в предыдущих Ведьмаков не играл. И книги по Ведьмакам тем более не читал. Точнее, книги про Ведьмака, так что... Погнали. Ну, паркур это такое. Это я знаю. Это я умею. Даже Цири не особо-то быстрее меня. Выши ртом в ритме шагов. Цири, не кривляйся. Бедный ребенок. Если тебя Кипелов воспитывает в традициях толкинизма, то, наверное, тяжело придется... Айпидор, милости прошу к нашему... Ах ты сука! Но не получилось у тебя не до конца. Айпидор, это все-таки такое. Это все-таки не полностью. Не проканало, братан. Не согласен. Сейчас не подловил. Я же Робас подловил, а вот ты нет. Тебе помочь? Айпидор, это такое. Вот тебе немного бы доработать вот этот вот момент. И получилось бы. Мы не соревновались, детка. Я просто не знаю, куда бежать. Поэтому я отстал. Да ладно, чат. Он не смог, он не смог. Это не то же самое. Ой-ой-ой. Ну и лицо Весемира. Ты еще не видел лицо Весермана. Так. Ну что ж. Гонки на перегонки закончены. Не отмазываюсь. Ничего не получилось, ребят. Айпидор, ну... Я же не сказал, но... Телелеков. Огромное спасибо за подписку, братан. Огромное спасибо. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата. Да, я пассив тоже сработал. Молодая кровь требует дела. Ладно, смог, смог. Все. Сконцентрируемся. Ромфром Урал. Огромное спасибо за подписку. Так же, как Розенчик. Ребят. Ромфром Урал уже второй месяц. Розенчик только-только подписался. У нас здесь хорошая атмосфера, так что... Розенчик, милости прошу к нашему... ...ведьмачьему шалашу. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Это снова я. Передай мне приз душевный привет. Спасибо. Семч, душевный привет тебе и всей Белоруссии. Не знаю, хотел ли ты, чтобы я еще и всей Белоруссии привет передавал, но тем не менее. Не забываем в четверг прийти. Вот в Last of Us там, мне кажется, будет просто драма. Но ты же спал, дядюшка Весемир. Не верти хвостом. Дмитрий Павлович, спасибо за подписку, братан. Блин, вот что-то мне не нравится в этой графике. Она какая-то просто слишком... Слишком много деталей. Какая-то она грязная. Не знаю, как объяснить это чувство. Вроде выглядит круто, но почему-то как-то дешевкой отдает, не знаю. Бабку на стриме просит показать сиськи в чате. Ну и хорошо. Повторим основы. Правильно делаем. Или сразу спарринг. Начать обучение бою. Давайте посмотрим. Начнем сначала. В этот раз прохожу обучение, потому что в прошлый раз меня обвиняли в том, что я все это не сделал. Все было плохо. Давайте посмотрим. Чтобы быть готовым ко всему. К любым ситуациям. А то опять будут тупить по 10 лет. Вставай меч, Геральт! Так. От закованных панцир-выцарей до бестелесных призраков и филиканов ведьмаки должны быть готовы сражаться. Основным оружием являются мечи стальной и серебряный. Кроме того, каждый ведьмак владеет простой боевой магией. Ведьмачьи знаки не так сильны, как заклинания чародеев. Бла-бла-бла. Также ведьмаки знакомы с основами алхимии. Понятно. Так. Нажмите 1, чтобы достать стальной меч. Чтобы выбрать цель или отменить выбор, нажмите Z. Надо было с геймпада играть. Это я уже понял. На! 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 Чтобы удар в костях чувствовался. Эй, барышня! Локоть при ударе не выпрямляй! Так. С левым шифтом, типа, тяжелая. Ноги, цири, про ноги не забывай. Уклониться. Уклониться, аль. Ну давай. Как же я хорош. Давай, братан. Чтобы кувыркнуться, таким образом избежать, выберите направление с помощью S и пробел. Ну, это я тоже смогу. Как в Dark Souls. Но, конечно, играть с геймпада, наверное, было бы удобнее тут я. Может быть, и зря я его не подключил. Все это дерьмо запоминать. В общем, какие-то типичные старославянские развлечения. Весемир бьет меня, другой чувак бьет ребенка. Железными мечами. И все счастливы. Чтобы провести контратаку, нажмите. Окей, окей. Давай, братан, еще раз. По яйцам. Весемир-то бомж какой-то. Вообще, ничего не может сделать. А теперь, барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квен. Знак Квен. Господи. А, вот это вот очень удобно всегда мышкой выбирать. Выберите знак Квен. Кто теперь? Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри, почему. Хорошо. Хорошо. Мне понравилось. Бей еще раз. Давай. И чтобы искры летели. А, теперь Игни наносит удар огнем. Подойдите к Велимиру и зажмите кью. Видишь? Если бы не Квен, я бы оказался. Мне просто надоело. Три подняли. Давай. Так, телекинетический удар. А раз. Поняла? Арт собьет снова его. Нарушит ритм. Отбросит. Все, достал меня этот Велимир. Пошел он в страку. В случае отравления. Открывает влияние на разум противника. А так себе все в голове. Очень интересная боевка. Намного лучше, чем то, что я запомнил из первой части. Магическая ловушка. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же больно. Больный церей. Так, я и шевет. Кидай бомбу. Не бойся, церек, Вен выдержит. Бомба еще на одну клавишу кидается. Нормально. Почему ты менее популярен, чем бабка с кастрюли? Ребята, чего вы достали для меня с этой бабкой? Бабку даже я пиарю. Бабка это любовь. Бабка это жизнь. Все, божий свет скоро закончится, видимо. Зажмите прицель, чтобы в одну из кукол, чтобы сделать бросок. Ага. Прекрасно. Вы узнали основные сведения о сражениях. При желании вы можете продолжить тренировку с Весимиром. Чтобы закончить тренировку, просто уберите ножны. Все? Ты что, ебанутый, что ли? Я же... А, все. Хорошо. Хорошо. Квена тебе побольше. Хорошо. Кинщев неплохо мечом машет. Мне всегда казалось, что это... Какого? Другой чувак. Из Алисы забыл какого. Хотя нет, Кинщев же тоже был в Алисе. Нет, значит из этого. Какого, блин? Другой говнарь. Да они все одинаковые, короче. Не важно. Еще и внучка с дочкой там стримит. Ничего себе. Сабдей сегодня или завтра? Завтра. План почему-то не обновился, братан. Не знаю почему. Сейчас обучение пройду, и будет 10-минутная пауза, ребят. Ксюша приготовила мне гречу с сосисками. Я как русский прям вот буду есть. При том, что я еврей. Но, тем не менее. Кипелов тоже. Точно Кипелов. Кипелов. Я имел ввиду Кипелова. Кипелов. Мне он все-таки почему-то больше Кипелова напоминает. Я уж не знаю. Они подставу замутили. Тренировочная кукла была не куклой, а? А? Весемир-то не так прост. И корабль. И снег. Я думал, что у этого Белый Молк. Нет. Только не Зири. Не трогай ее! Боже. Мы вместе бегали. Ха. Нет. Сегодня только Ведьмак. Да. И уже пора это понять даже из названия. Злой Творог. Дочка стримит. Но она, видимо, и научила ее стримить. Это прикольно. Это прикольно. Зири больше нет, ребят. И мы теперь тоже бомжи. Кошмар приснился. А, это был кошмар, слава богу. О чем? Но мне понравилось, как приплыл этот корабль из ниоткуда и пошел снег. Это был эпик, ребят. Заря еще не скоро. Ничего лучше не видел со времен второго Терминатора. Мне снился К.Р. Морхен. Все началось в комнате для гостей в К.Р. Морхене. Я грелся в баде, а рядом была. Рис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. Даже краб. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно, как на ю. Илья. Ты не престарелый говнарь. Я такой. Я такой. Потом мы тренировались с сыром. А то мне пошел за Цири. Мы вместе тренировались. В качалочке. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее. Но ни у кого не было ее характера. Все мы скучаем о Цири. Закончилось все не слишком хорошо. Я пасон. Не слишком. Андрей Паспорт напишет, что главгерой озвучен, когда... Все герои озвучены, как в любой другой русской игре. Это только сон. Цири всегда снилось мне, когда ей что-то угрожало. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Посмотрел твой стрим и купил игру. А, пройти захотел. Скрайседер. Это потому что только у меня есть настоящий ведьмачий дух. Все остальные стримы по ведьмаку это клоунада. Мы научили ее защищаться от призраков тоже. Пора ехать. Может быть, Цири встретится нам по пути. И мы сможем предотвратить. Пора ехать. Кошмар, который... Как бы... Может случиться. Покажи-ка мне письмо от Йеннифера. Может, ты упустил что-нибудь. Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного. И дай мне письмо. Пахнет сиренью и крыжом. Я думал, он с таким носом только тройной одеколон от обычного может отлить. Пахнет сиренью и крысятничество как можно скорее вербецы увызимые. Там нам больше... Я рассказал уже про модеров. Келолов. Тут еще последнее. В любом случае, обычно зрителя этого нового не должно. Это оно о чем? Может быть, эти модераторы будут лучше. На прошлых жалоб было в любом случае много. Помимо крысятничества. Так. Единорог по-прежнему у меня. Это личное. Блин. А что это такое, может быть, единорог? У меня всегда вот с такими словами ассоциации какие-то не самые здоровые. Как-то чучело единорога... А-а-а! Там была Йеннифер в кукле. Я понял, понял. Чучело единорога служило нам кроватью. Я лучше скажу, это личное. Не хочу, чтобы на меня смотрели. Странно. Очень личное. А-а. Понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Может и не совсем. Но думается мне оно и к лучшему. Вернемся к делу. Я смотрю, а обсуждаете там. Хорошие диалоги или нет и так далее. Я, к сожалению, еще сказать не могу. Мне ведьмак 1 и 2 показались полной туфтой, но пока... А там его наверняка уже затоптали. Посмотрите на эту траву, которая калашится. Это никак не относится к диалогам. Гули. Гули. Даже здесь. Даже здесь гули. Как на континенте, так и на островах. Скеллиги. Жизнь обычно суровая, тяжелая и короткая. Землю опустышает война. Те же, кому удалось уцелеть, нередко становятся добычей бесчисленных чудовищ, обитающих вокруг любой деревни или города. Над головой... Над головой чудовища появляется шкала здоровья серебряного цвета. Это означает, что с таким противником следует драться серебряным мечом. Я понял это из обучения. Ребят. Так. Я так понимаю, вы меня еще слышите на стриме, но, к сожалению, сейчас будет вылет. Да потому что игра... Блин, видимо, такая же проблема, как и с GTA, а не в фуллскрине. Are you video card or driver frozen? Was reset. Please check for possible hardware driver issues. Что-то мне не нравится. Это ошибка. Она у меня слишком часто возникает. Вы меня еще слышите? Не-не-не, игра не крашнулась. Крашнулся ОБС. Крашнулся ОБС. Я еще и подписчика пропустил из-за этого. Но, по-моему, это Джесусь Джихад. Так, ребят, гречка тайм. И сразу после гречки тайм будет перезапуск по-быстрому. Сейчас мне придется дропнуть. В любом случае, как бы, эта тема уже не профиксится. Так что... Перезапуск будет стрима и уже там начнем нормально играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok